вот это мне больше нравится это не ставят присяду-ка я короче здесь нельзя видео снимать на можно фотки делать так здесь не этот стул выдержит что он скрипит он не рассчитан для таких я высоких так это не строит дома ставят крепление между арками вверху в углах чтобы она не шаталась но примеру рамка окна если вправо влево и шатать то стыки будут расшатываться они ставят специальное крепление между ними google это интересно допустим окно лишь когда она опускается вниз и трудно закрывать и открывать там такие стыки ставить у нас этого не делают а вот у них делают оригинально оригинально это не делают дверь вот этот стык плюс я думаю связано это через метр сеньям чтобы она не расшаталась конкретно на культу и чудо но все на канджи пишет частично это обычная дверь насколько я понимаю сейчас навряд ли кто-то так делает уже не в японии все бац пац автоматы делают собирают дома двери все абсолютно только пришел установил распаковал они это делают вручную все это вкручивают вручную подожди так это картина какая дверь эта картина вот я сижу здесь и пытаюсь понять что это это материал который они прибивают для картин нету пульта вот так нажать плюс 10 по скорости и нужно смотреть как он закручивает эти мультики то давай ты уже помню советские фильмы тоже так длинно кто-то смотрел на дерево и так ну пять показывают так и крути все для этого надо перчатки ведь чтобы руки не стирать забили пацаны ставить на стену и рисовать что-то так подняли поднимаем да это картина я думал что это дверь они делают на заводе на вот значит неправильная ассоциация вернее предвзятое рассуждение называется это надо логически думаешь и наблюдателем быть чтоб понять так картина здесь конечно тоже своеобразная у этого лысина может быть отдельной картиной ладно все это boring stuff как говорится немного уделить времени установление картины не будем сейчас где-то на втором этаже здесь должна быть уже выставка это конечно капец галерея да цифра на стене мне больше привыкает из этого всего искусства уже посмотрел выдохлопнул сверху вот это вот цифры на на стене могу смотреть часами может сказать это какой-то алгоритм которые каждая цифра имеет короче комплекс цифр имеет алгоритм перечисления его можно вычислить правильно не знаю зачем но это имеет значение насколько я могу судить это не связано с компьютерами ну по крайней мере бинарной системой 0 1 потому что здесь разные цифры бинарная система компьютерная то что они понимают это 0 и 1 0 это выключить свет ну то есть если так словами нет сигнала один есть сигнал и в совокупности там 8 битные когда 8 0 единиц 16 и 32 64 час последний 64 на компьютерах битная система и в совокупности она дает пересылка данных с интерфейса то что мы вводим на компьютерный язык потому что компьютерный язык понимает как ассемблер понимает только двухзначные цифры включить и выключить есть сигнал нет сигнал и я могу утверждать что это не бинарная система скорее связано что-то с математическими вычислениями так что так что еще можно сказать красный цвет обычно должен быть белый в компьютере белый или зеленый красный это иногда используется если что-то не работает к примеру на платье когда есть такие индикаторы они красного цвета дают если что-то не в порядке значит по цвету можно понять что капец нам она почему-то камера показывает что они белые это комната красная цифры тоже красный здесь нет белых здесь только красные интересно камере передают что это как белые цифры ну вот оттенки белые видать мало здесь людей хочет смотреть на эти цифры что-то здесь постоянно скрипит сверху ну вот можно заметить цифры одни быстро другие медленно я думаю это отчет времени ну и кто не знает осталось три с половиной миллиарда лет планете планете существовать солнце расширяется и планета постепенно будет сгорать мы три с половиной уже прожили на котором человечество лишь маленький участок этого периода прожил еще три с половиной миллиарда и планета сгорит потому что солнце расширяется и в итоге она взорвется как и все остальные планеты взорваются а при расширении будет жарче так что так венера близко вот как венера будет а потом сгорит так что надо переселяться есть еще время вижу японок опять в европейских таких средневековых платьях но под современный стиль они ж не знают здесь культуры европейская так как мы в каждый день видели там одежда все такое для них это новенькая и у нас кстати красивее чем здесь архитектура дизайн все остальное у них есть свои особенности конечно но они когда приезжают в францию в англию италию они конечно удивляются полная вот про эту козу я смотрел фильм и так не досмотрел на выставке чемоданы эти смотрел это все картины вот это что на видео они собирали на полу вот эта картина там была на открывайся аппараты как обычно что взять или не взять них есть кофе прозрачная вода это добавляет кофе познали культуру как будто прям на воде стоит этот шар опять бассейн для птичек вода здесь 5 сантиметров стоит на какой-то трубе металлической так пройдемся ко мне о кубик рубик бегун и и хорошо так как на улице сюда даже залезать можно но закрыт и в этом парке я был и дошел до дороги и пошел по своим делам вот это интересная дорожка мне нравится ночью она подсвечивается эти лампочки загораются вообще ночью красиво смотреть на огне а здесь ресторан там внизу я спустился был фамилийный ресторан здесь судой вход вот как отсюда выйти то есть по идее если ты зашел снаружи keep out сюда нельзя если ты зашел снаружи вот этот вход в ресторан то ты можешь в принципе зайти а хотя и так попадаешь в общее место нет не проканает искусство таки полыхает здесь полыхает полное искусство там стоят в очереди так здесь я был а где выход мне надо выход да правило мобильник сюда не уронить в шельку гравийка кому надо на фундамент и на что-то там что вам надо и здесь я наверху был надо как-то выбраться отсюда я уже вкусил дозу архитектур то есть не архитектура этот арт и был там наверху здесь и не был здесь кафешка но я могу сюда зайти наверно да это шоп магазин здесь я был здесь в очередной диора еще до сих пор стоит круговой 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 я как европеец мне диор не особо штырит смотреть в Токио так что заходим-ка мы отсюда знаем мы этих диоров видали мне хочется смотреть и они здесь работники не особо по-английски тоже шпрыхают хотя это тоже токийский музей искусств что-то пишет там будущий художник это домик конечно втиснутый узкий одноквартирный да у них накачаны ноги потому что и на великах ездят поднимаются по ступенькам каждый раз вниз вверх вот это тоже и живут 80-90 лет питаются морепродуктами берем все самое лучшее да ладно прохода нет здесь есть вот эти трубы кто мне скажет что это трубы означают короче я так понял по этой выставке вообще современного искусства это выставка современного искусства что они тебе не говорят напрямую через картины скульптуры фильмы они лишь тебе показывают ассоциацию то что человек не хочет говорить показывать или скрывает и ты уже сам додумываешь и сопоставляешь так сказать абстрактное мышление включаешь и начинаешь воображать и додумывать вот и все вот и весь секрет так точно написано час сорок идти до аквариума но я сначала туда же только чуть правее схожу в старбакс заряжусь попью чайку и двину по побережью вернее на Адайбу сначала я буду на территории Адайбы там короче старбакс должен быть как на берегу залива там их несколько я выбрал такое и пройдусь ну там порт вообще когда я в прошлый раз вчера или позавчера приближался к не позавчера или 2-3 дня назад приближался к порту но завернул потом в центр до имперского дворца я вот ощущал этот запашок такое предпортовая жизнь вот сейчас я начинаю ощущать тоже внезапно парк появился здесь особо смотреть нечего но интересно здесь он как вдоль идет есть такие у нас тоже вдоль ренечки просто уголок уголочек можно передохнуть так здесь перекресток тройной я вижу зонтиками ходят все чаще я вижу зонтиками ходят все чаще странные конечно у нас едут на море загорать и они зонтами ходят чтоб не загореть ничего бы как бы витамин D ни хуй смусь видать им витамина D хватает с морепродуктов я чуть не завернул не туда вовремя на карту посмотрел уже опытный ходок так что если свернул направо я бы пошел в сторону центра в азалу а так не нужно в эту сторону еще какую-то букашку раздавил на воду но немножко воды и ничего не осталось хорошо убирается зонтики вчерашние смотрю у людей стоят кстати вот когда заходишь куда-то ставишь зонтик я вчера шел кушать на осакусе зонтики все ставят в одну как такой квадратная штучка есть там туда все ставят то есть никто не боится что кто-то возьмет не тот зонт или украдут или еще что-то я посматривал на свой зонтик но вообще для меня это необычно что берешь в общее место ставишь зон потом забираешь ну так принято поставил зонтик не обращаешь внимание потом забираешь свой зонтик и все тоже какой-то памятник зайду-ка я в 7-11 я ни разу не заходил только лоусон смотрю что там вообще есть может я что-то пропускаю может попить что-то взять или перекусить правда мусор с собой надо будет нести но ничего и я взял себе ништяков поесть дорожку буду идти и есть и в 7-11 больше выбора готовой еды они они еще даже подогревают микроволновки сами предложили так что я взял шашлычки рыбки разные лосось там еще другая так что будем пробовать я не верю чтобы они ходили по улице и ели и так же с пакетами ходили так что я единственное здесь иду и ем не видать только в заведениях и дома редко это красиво я приближаюсь к мосту мост может где-то набережную здесь вода мутновата а я был здесь перекресток на другой эти дороги а это шашлычки подогретые Продолжение следует...